Шри Чайтанья Манабвиштам 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 Рама, Ари Рама, Ама Рама, Ари Харинам. Продолжение следует... Итак, сегодня очень знаменательный, если не сказать, что самый знаменательный день. Но поскольку мы находимся не в самом Гриндаване, а в Навадвипе, то мы можем сказать, что один из двух самых знаменательных дней. Потому что Навадвипа — это центр, где правят Балпанчататтва, Гауранитай — это божество всей Вселенной. Это призвано всеми ачариями и священными писаниями. И в связи с тем, что это так, по факту, то мы можем, мне нравится эта история, почитать о том, кому мы обязаны тем, что сейчас находимся в месте, которое ничем не отличается от Гриндавана. Это удивительное место, Навадвипа, еще более удивительное — Майапур в Навадвипе. И как появилась Навадвипа? Мы почитаем потом. Однажды, по милости Бхакти Деви и Служанок, Шимати Радхарани получила возможность служить Кришне во Вриндаване, в одной из самых-самых любимых кунж. И в процессе служения Радхарани настолько погрузилась в этот бескрайний океан чистой любви к Кришне, что потеряла сознание. Кришна увидел это, что Радхарани без сознания потихонечку вышел из кунжи и направился в каком-то направлении. Но поскольку сознание потеряла самашнюю Матерь Радхарани, а у нее, мы прочтем, 630 миллионов только ближайших подружек и служанок, Гопи, то немедленно Гопи отправили разведчика, а как правило это попугаи и тому подобные живые существа, и они полетели, полетели проследить, куда же это Кришна ушел. И вот первый разведчик миновал все преграды контрразведки на той стороне, вернулся и доложил одной из садхи на ушко, что вот так и так Кришна там-то и там-то. Когда Шримати Радхарани пришла в себя, она увидев, что Кришны нет, нет, нигде Кришна, она немедленно обратилась к своим служанкам-подругам, где Кришна? И вот эта служанка, которая получила конфиденциальное сообщение, доложила, что он уединился в одной из кунж с Вираджей. Вираджа описывается, мы немножко сейчас почитаем, с Вираджей. И когда Шримати Радхарани осознала это все, что он теперь с Вираджей, воспользовавшись тем, что она оставила сознание внешнее, она рассердилась и даже разгневалась, и даже разгневалась. И она буквально стукнула по столу и сказала в гневе. «Я, я хочу посмотреть, как эта служанка Вираджа служит нашему господину. Квалифицирована ли она, чтобы служить Кришне?» И 630 миллионов ее служанок тоже макнули кулаком, стукнув по столу и сказали, «А мы тоже хотим посмотреть, как она там служит». И сейчас мы почитаем. Это книга нашего Бхакти Пурушоттама Свами. Он собрал из разных, из разных писаний. Он ничего своего тут не написал, без комментариев. Он выбрал только из всех писаний все, что касается Радхарани и Кришны. «Чудесная книга». Глава 4 называется «Зачем Радхарани сотворила Навадви Патхаму?» Все знали, что это именно она сотворила ее. Я пока эту книгу не прочитал, не знал, что именно она сотворила Навадви Патхаму. Итак, эту историю рассказывает Господь Шива своей супруге Парвати. Господь Шива сказал Парвати, «Кришна, подобно пчеле, играющей в лотосе, наслаждался с Вираджей в чарующих рощах Вриндавана. Луналикая Радхика, чьи глаза, подобны глазам оленя, услышав об этом от одной из сакхи, бросилась туда, чтобы найти Кришну. Видя приближающуюся Радху, Кришна исчез, «А Вираджа превратилась в реку Радхика, придя туда, не смогла найти их». Ну, понятно, да? Кришна немедленно исчез, «А Вираджа ничего не оставалось, как оставить свое тело и превратиться в реку». Мы прочтем, что именно она оставила свое тело, ну, это духовное тело, игра, все это понятно. Она трансформировала свое тело в реку, духовное тело. Кстати, по этому поводу есть удивительные рассказы, такие короткие, как Кришне служат его друзья, его подруги, разведчики и прочие, и прочие, папа и мама. Одна такая история тоже мне очень нравится. Кришна идет вместе со своим другом, пастушком. Но они уже в возрасте близком к тому, когда уже ему покидать. Пришло время в Риндаван и в Мадхуру отправляться. То есть уже достаточно такие юноши. И вот Кришна делает вид, что ему жарко. А система удовлетворения его желаний очень удивительна тоже. Как только у Кришны появляется какое-то желание, немедленно пред Ним предстает олицетворенная энергия для осуществления этого желания. Понимаете, вот любое желание, мы читаем, везде написано, его желание немедленно исполняется. Но как это происходит? Появляется олицетворение энергии, удивительная внутренняя энергия. И эта удивительная внутренняя энергия исполняет желание немедленно. Никаких препятствий быть не может. И в данном случае, когда идет с пастушком Кришна, ему стало жарко, пастушок немедленно. В одной из лекций пропады в Австралии, кстати, когда он ее читал в монастыре, на видео она сохранилась, может, вы видели, когда он в монастыре францисканцев читает лекцию, там сидят одни монахи. И он им там говорит, в духовном мире слуга Бога тоже Бог. Это я тоже первый раз услышал из лекции пропады, но там поясняется, что он обладает таким же могуществом. Он, конечно же, не дублирует, что он Бог, но любой слуга обладает могуществом очень великим. И вот этот пастушок, немедленно увидев, что Кришне жарко, он немедленно превращается в такое прекрасное озеро с такими кхатами, изумрудами. Там все так изумительное озеро, просто сказка. И Кришна сходит по изумрудным ступенькам в эту безукоризненно чистую воду, и он там плескается, окунается, купается. Пастушка нет, он уже в воду, в озеро превратился. И вот Кришна выходит из озера, выходит, и с него вода капает. Немедленно озеро исчезает, появляется этот пастушок и превращается в... А, надо же самое главное сказать, когда преданный испытывает вот это самое безграничное блаженство, которое никогда не останавливается на одном уровне, если он служит Кришне. У нас здесь как? У нас здесь как? Кусочек торта съел – хорошо. Второй съел – тоже еще хорошо. Третий уже. Четвертый – присыщение. А если тебя заставляют съесть пятый, то уже отвращение, да? И закончилось наслаждение. И на следующий день проблемы. Несварение и так далее. В духовном мире все не так. Там в процессе служения и это наслаждение все время растет. И если вот ось ординат и абсцисс, кто-то когда-то имел дело с математикой, геометрией, то постоянно вот так, причем, может быть, очень круто, все вверх-вверх-вверх растет наслаждение, не прекращается. А у нас, как я вот сейчас рассказал, через четыре кусочка уже отвращение. И вот этот же как раз пастушок, какое он наслаждение испытывал, когда сама абсолютная истина, источник всех наслаждений, полностью окунался в него. Можно только представить, да? Вся совокупность, все это беспредельное наслаждение в форме Кришны заключается. И эта вся форма была внутри этого пастушка. Можно представить, да? Каково было его наслаждение. И вот, когда Кришна уже с него капает вода, он немедленно превращается в полотенце. и теперь он, представляете, опять наслаждение, он по поверхности, по телу Кришны проходится много раз. Опять же, Кришна вытерется, он немедленно принимает свою форму, пастушок, и они идут дальше. Вот так проходит повседневная жизнь Кришна, его друзей, мамы, папы и так далее, дядей, тетей. Что тут еще можно вспомнить? Ну и ладно. Это было отступление от этой истории. Радхика, придя туда, не смогла найти их. Размышляя о Кришне, она начала думать о том, как сделать, чтобы Кришна больше привлекался ею, а не Вираджей. Она созвала всех своих сакхи и вместе, между реками Ямуна и Гангой, и там она сотворила прекрасное место, украшенное многочисленными растениями и деревьями, в которых летали пчелы. Там было множество семей оленей, и воздух был полон ароматов цветов, жасмина, малика и малоти. Эта трансцендентная обитель была украшена лесами и стулоси. Ого-го, лесами. Вот откуда Вриндаван взялся на самом деле. И различными рощами. Сами Ганга и Ямуна, повинуясь указаниям Радхики, подобно рву, заполненному водой, окружали этот сад. Там птицы непрерывно воспевали благоприятные имена Кришны. И сам Купидон в сопровождении весны навсегда нашел в этом месте свое прибежище. Затем Радха, одевшись в прекрасные разноцветные одежды, начала играть на флейте. А, я же вам не почитал. Как они сначала... Извините. Итак, ну ничего, мы не потеряли еще ничего. Как они туда добирались? Я вам забыл прочитать. И вот, когда она очнулась, значит, у Радхарани есть 630 миллионов гопи, которые являются ее личными помощницами. И все они захотели пойти с ней в Кунжу-Вираджи. Все они сели на колесницу. Удивительная колесница. Все, 630 миллионов помощниц только. Высотой в 100 Яджан. 13 километров Яджана, 100. Это 13 тысяч, еще 2 нуля. В общем, очень много. 100 Яджан. И диаметром в 10 Яджан. Диаметр, мы можем представить, 130 километров. Это примерно дальше, чем... Это как от Дели до Вриндавана. 130 километров. И которая была сделана из наиболее драгоценных камней. И сияла подобно миллионам солнц. Она была украшена 30 миллионами кайлашей. И вверху развивалось множество флагов со знаками лошади. У той колесницы было 100 тысяч колес. И двигалась она со скоростью ума. О, скорость. Она была роскошно украшена сотнями тысяч колокольчиков, свисавшими со всех сторон и десятью миллионами золотых колонн. 10 миллионов колонн. Кстати, мы когда приходим в храм, это просто я к слову, то мы должны знать, что храм – это тело Господа Баларамы. И мы не должны садиться на вот эти выступы, если колонна, и потом выступ. Вот это уже Господь Баларама. Вот тут нам этот ученик Пропады, он все время нам подсказывает, что надо для Мриданги, Бьясасана. И вот здесь очень хорошо сейчас все устроено. Поэтому мы даже не должны садиться на вот эти части. На пол и ступеньки можно, но на колонны, на колонны нельзя садиться, если там есть такое место, как вроде бы ступенька. Это к слову. Она была роскошно украшенными и десятью миллионами золотых колонн. Колеса были очень искусно разукрашены. Внутри было сто тысяч комнат. Сто тысяч. Каждая из которых была украшена разнообразными драгоценными камнями. В комнатах стояло десять миллионов кроватей, украшенных множеством колокольчиков и флажков и усыпанных цветами париджата. Они были полны роскошной мебели, одежд, украшений и других изысканных атрибутов. А мы, пропадав в одной из лекций, так очень проникновенно говорим. Кришна приходит сюда, присылает своих представителей, приходит сам и говорит. Приходите ко мне, играйте со мной, вкушайте со мной, наслаждайтесь со мной. А эти негодяи не хотят. Это пропада так. В такую эмоцию. Эти негодяи, вот я сейчас читаю. Они были полны роскошной мебели, одежд, украшений и других изысканных атрибутов. Внутри колесницы, усиливая ее великолепие, размещались сотни садов и озер, на которых было множество золотых платформ со ступеньками, сделанными из редчайших, драгоценных камней, таких как сьямантака, каустубха и ручака. Повсюду висели цветочные гирлянды и наполняли воздух благоуханием. Вся колесница была покрыта тончайшим шелком и украшена десятью миллионами зеркал. В дополнение к этому десять миллионов чамар свисались колесницы с ручками, сделанными из камня врат жамани и умощенных чанданой, агуру, каустури и кункумой. Красота и совершенство колесницы не знали себе равных. На этой колеснице Шри Радха поехала туда, где Вираджа служила Шри Хари. Но это я уже рассказал. Прибыв на место, Растхарани сошла с колесницы и посмотрела на Ратна Веди. Там она увидела прекраснейшего гопа, чье лицо напоминало цветущий лотос. Он стоял на страже ворот в окружении сотни других мальчиков-пастушков. Он был очень дорог Шри Кришне и звали его Шри Дама. Разгневанное Радхарани обратилось к Шри Даму. «Эй, ты, слуга этого распутника, прочь с моей дороги! Хочу увидеть твоего господина с его подругой!» Шри Дама обладал большой силой, и в руке у него была палка, и он не собирался отходить в сторону гопи, разгневанной непристойным поведением Шри Дамы, не пускавшего Радхарани внутрь, силой оттащили его от ворот. Находясь внутри, Кришна услышал этот шум и догадавшись, что пришла разгневанная Радхарани, немедленно исчез с того места. Когда Вираджа увидела, что Кришна ушел, она с помощью силы йоги оставила свое тело, и оно приняло форму реки. Ну, это мы уже поговорили с вами, а теперь продолжим здесь. «Затем Радха, одевшись в прекрасный...» Это когда уже она вместе с подругами, с помощницами, сотворила на Вадви Пудхаму. «Затем Радха, одевшись в прекрасные разноцветные одежды, начала играть на флейте». Тут тоже прекрасную мелодию для того, чтобы привлечь Кришну. Иногда мальчики-пастушки под длинем йога-майи опять не знают, что Кришна – Бог. Они иногда знают, а иногда йога-майя отнимает у них это все понимание. И они ему часто говорят, «Да ты, да ты вообще, Кришна, ты ничего не значишь, ты ничего не умеешь, ты и на флейте-то не умел играть». Это Шридама ему выговаривал. «Если бы тебя моя младшая сестра не научила, ты вообще ничего». Ну и вот дальше. И «но». Видите, какая тонкая деталь. «Затем Радха, поскольку она учитель, самого Кришны в игре на флейте, одевшись в прекрасные разноцветные одежды, начала играть на флейте прекрасную мелодию для того, чтобы привлечь Кришну. И поскольку она учителя, когда звучит флейта в ее воспроизведении, он, услышав эту мелодию, Кришна явился в этом восхитительном месте, видя, что он пришел, Радхика, та, которая привлекает ум Кришны, взяла его за руку, и ее заполнили чувства экстатического восторга. Тогда Кришна, понял ее чувства, заговорил запинающимся от любви голосом. «О, обворожительная Радха, ты моя жизнь, нет никого для меня дороже, чем ты, поэтому я никогда не покину тебя, лишь для меня ты создала это восхитительное место». Да, она еще, когда собиралась его на Вадвипу творить, она подумала, там я не дочитал просто, она подумала о том, что-то надо сделать такое, чтобы Кришна меня никогда не покидал, а то вот так вот нехорошо получилось. И вот он уже говорит, «Лишь для меня ты создала это восхитительное место. Здесь я навсегда останусь с тобой и сделаю так, что тут появятся новые сакхи и рощи. Преданные будут прославлять это место как новый нава, вриндаван». Итак, это новый вриндаван. И поскольку оно напоминает… Да ничего, пока видно, потом будет, я попрошу, пока видно. И поскольку оно напоминает остров Двипа, его будут называть Навадвипа. По моему приказу, тут будут находиться все святые места паломничества. Обратите внимание, все святые места. И поскольку ты создала это место для моего удовлетворения, я буду вечно пребывать здесь. Те, кто будут приходить сюда и поклоняться нам, без сомнения, обретут вечное служение и в настроении сакхи. Поздравляю всех. О, дорогая Радха, это место так же чисто, как и вриндаван. Придя сюда, даже один раз человек обретет благо, равное посещению всех святых мест. Даже вот эти… Даже вот… Мы часто видим всякие люди, делегации американские там ходят разные, с разных стран. Они приходят сюда, как туристы. И они получают это благо. Даже придя сюда один раз, они… Это благочестие они нарабатывают. Поскольку сказано, так же чисто, как и вриндаван. Придя сюда даже один раз, человек обретет благо, равное посещению всех святых мест. Он быстро достигнет преданного служения вдобавок дальше и удовлетворит нас. Господь Шива продолжал. О Парвате! Такова причина появления новодвипы. Кто бы не услышал этот рассказ, поздравляю всех, освободится от всех грехов и обретет преданное служение. Любой, кто вставая ранним утром будет повторять либо слушать эту историю о сотворении новодвипы с преданностью к Господу Гауре, достигнет его вне всякого сомнения. И вот поскольку, поскольку вот такую проникновенную речь сказал Кришна, Он, естественно, все исполнил, и они обнялись, и вот как раз Гаура Сундар, Он и объединились. Мы знаем, в других местах об этом говорится, что Гауранга это объединенная форма Шримати Радхарани и Кришны, в которую Он украл у Кришны Ее сердце, Ее умонастроение и Ее цвет тела золотой, золотой. Таким образом, в образе Гауранги Кришна с Радхарани никогда не расстается. Это объединенная форма Радхи и Кришны. Так вот произошло. Такая глава удивительная называется, «Зачем Радхарани сотворила Навадви Патхаму?» Ну, из этой книги можно достаточно. Я не знаю, сколько мне времени, сколько вы будете слушать. По плану? По плану можно еще... Хорошо. Слушать, да? Тогда немножко, чуть-чуть, две-три минуты об энергиях. Это философский вопрос. Мы прочитаем об энергиях. Радха... Да, почему во Вриндаване практически все в Раджабасе... Мне доводилось долго жить во Вриндаване. И там все, я им говорил всегда уважительно Харе Кришна, они всегда говорили Джаи Радхи. Почти все. Практически все. Только такие залетные, как я, они отвечали Харе Кришна, а местные жители в Раджавасе отвечали. И сейчас мы посмотрим. Сегодня день явления Кришны, но без Радхарани он не бывает. И мы сейчас почитаем об этом. Радха-татва истина. Радха каруна майи, то есть она очень добра и очень сострадательна. только по ее милости мы можем оказаться во Вриндаване и на Варшане. Радха-раса понимание ее вкусов и ее настроения. Мы сейчас читали и ее вкусы, и ее настроения. Вот как раз мы почитали об этом. Радха крана, крапа, понимание того, как получить ее милость. Шри Кришна Сарва-Шактиман источник всех энергий, а также он Атмарама, то есть полностью самоудовлетворенный, то есть удовлетворен в самом себе. Он Атмакама, то есть все его желания полностью удовлетворены. Вот я немножко коснулся, как исполняются его желания. тем не менее он решает расширить свое блаженство, раздвинуть его рамки, взаимодействуя со своими энергиями. Его энергии безграничны, но мы их подразделяем, ну вот я как-то раньше сказал, что фактически это одна энергия, мы можем и это прочитать, но вообще-то они безграничны. Сейчас мы читаем, что они безграничны, но мы их подразделяем на треснованные группы, три категории истины. Гуру должен быть татва дарши, то есть тем, кто видит истину, познал ее, и в скобках я пометил Бхагавадгита 4.34, там перевод такой, если хочешь познать истину, то есть Кришну, обратись к духовному учителю, вручи себя, извините, вручи, это было в первом переводе обратись, а в последнем вручи себя духовному учителю, вопрошай его смиренно и служи ему. Осознавшая себя душа может осознавшие себя душа могут дать тебе истину, могут в общем, ибо они узрели истину, что-то вылетело у меня из памяти. Такой гуру Шрила Вьясадев, он составил все веды и пураны, а потом и Шримадбхагаватам, которые описывают исключительно Бхактии. Вьясадев погрузился в медитацию, видел Кришну, сзади Кришны, опустив голову, стояла материальная энергия. Вьясадеву предстояло описать вечные взаимоотношения между живыми существами и Кришной. Это взаимоотношения любви. Цель Шримадбхагаватам пробуждение живых существ от вечного сна в объятиях материальной энергии. Шримадбхагаватам сливки всей ведической литературы, Шримадбхагаватам исключительно сосредоточен на Кришне, слушание Кришна Катхи, излечение лекарства для всех людей в век Акали. Вьяса узрел три категории истерин. Антарагдаш, антаранга шакти, внутренняя энергия, бахиранга шакти, внешняя энергия, и татастха шакти, к которой мы относимся, это пограничная энергия. Это вот так вот для всех нас такое разделение. Материальная энергия, то есть бахиранга шакти, в свою очередь подразделяется на три категории. Мы знаем страсть, невежество и поддержание, то есть благость. Они олицетворены, обратите внимание, какое определение. Итак, страсть, невежество и благость, да? Ну вот мы понимаем, все знаем это. И они олицетворены богинями, так олицетворяют, видите как, богини, Лакшми, ну это Вишну, Сарасвати, это Брама, и Дургай, запятая, господами которых являются Вишну, Брама и Шива. Меня, я почему специально вам читаю, это не вот такая постановка, такая расшифровка. Матери этих энергий очень нравится. Они олицетворены богинями, перечисляются имена богиней, господами которых являются Вишну, Брахма и Шива. Махеш в скобках. Материальная энергия является отражением духовной энергии, которая также подразделяется на три основных категории. На этом мы закончим философскую часть нашей беседы. Итак, духовная энергия тоже на три делится. Кришна олицетворяет самбит, энергию сознания. Радхика олицетворяет хладини, энергию наслаждения. И сандини олицетворяет собой баладео. Это вечность. Вечность. Но сегодня не день явления Баларамы. о нем, о вот этой энергии сандини можно много было сказать. А здесь мы остановимся на энергии сознания, которую олицетворяет сам Кришна. И вот есть такой провокационный вопрос. Кто обладает самым глубоким сознанием Кришны? Ответ простой. Сам Кришна. Он осознает все-все бесчисленные живые существа, а их в материальном мире сколько много выдыхает Махавишну, мы знаем, вселенных, это ужасное количество. Так это же не только живые существа, там люди. Тут микробы. Кого только тут нет, каких живых? 8 миллионов 400 тысяч видов в каждой вселенной. Вселенной бесчисленное множество. Кроме того, бесчисленное множество планет Вайкунхи, духовный мир, где господствует на рай, на вишну, там бесчисленное множество живых существ служат. Кроме того, Галлок Кавриндавана одна планета, но она главная из Вайкунх, но по размерам и количеству жителей, это я уже утрирую, по количеству живых существ, она превосходит все Вайкунхи вместе взятые. Сколько тут живых существ, это трудно представить. И вот самым глубоким сознанием Кришны обладает сам Кришна, который осознает все живые существа, включая свои формы баладев и так далее, свои личные формы бесчисленное множество, включая нас как частицу самого себя. Вот такое определение. Самым глубоким сознанием Кришны обладает сам Кришна, который осознает все бесчисленные живые существа как частицу самого себя. Такое удивительное определение. Философия закончилась на сегодня. Теперь переход, плавный переход для разрядки к Навадвипа Дхаме. Она мне просто очень нравится, эта история, я решил, она связана с Кришной, хотя находится в Чайтане Бхагавате. Вриндауандастхакур, Чайтане Бхагавата. Махапрабу, это перевод облака нектара и Мадхурия Кадамбини здесь в редакции находится, Багненко. Такая есть удивительная история Махапрабу. Глава восьмая Чайтане Бхагавата Мадхи Канда глава восьмая читаем. Читаем. Ну, начнем с того, что Господь Чайтане, она тут большая немножко история. Сначала Господь Чайтане, мы знаем, что Нитянанда на Ватхута был и нашел приют у Шреваса в доме. Вот тут, где у нас сейчас Шревас, рядом сразу за Йогапитхой дом Шреваса был там, где круглосуточно пели святые имена сначала при закрытых дверях. И вот туда же определился на постоянное проживание Аватхута Господь Нитянанда. И встречается с Шревасом Господь Чайтане и говорит ему, что я слышу Шревас? Ты проникся такой любовью к Нитянанде Прабгу? Да ты узнал истину о моем самом дорогом и близком спутнике. Мне это так приятно, что я благословляю тебя, даже если настанут времена, когда Лакшми Деви, богиня процветания, вынуждена будет скитаться с протянутой рукой, твой дом никогда не узнает нужды. Все, кто живет у тебя, даже собаки и кошки обретут прибежище в преданном служении. Мне поэтому я поручаю Нитянанду Прабу твоим заботам. Заботься о нем и служи ему. Ладно, это Нитянанда. Однажды ночью Шачимата вот то, что я хотел. Однажды ночью Шачимата увидела сон, которым поделилась Вишвам Бхарой. Глубокой ночью, и она рассказывает сыну, Господу Чайтане, глубокой ночью я увидела во сне тебя и Нитянанду. Вам было лет пять, и вы маленькие драчуны бегали по всем комнатам. Потом я увидела, как вы забежали в храмовую комнату и вышли оттуда с божествами в руках. А как вы думаете, какие там божества были? Кришна Баларам у них были. Вот почему я ее решил почитать сегодня. Вы дразнили друг друга и дрались. Ты взял Балараму, а Нитянанда держал Кришну. Кришна и Баларама сердились, но ничего не могли с вами поделать и только тяжело дышали. Ну, пятилетние, вы представляете, драчуны, толстенькие, они там борются, тяжело дышат. Вы кто такие, говорили божества? А ну-ка, самозванцы, убирайтесь из нашего дома. Тут все наше. Эта комната и все, что в ней есть, сладости, сандеш, творог и молоко, тоже наше. Но Нитянанда ответил, пастухи больше не удел. Теперь всем заправляют брахманы. Вы должны признать это и отдать нам все подношения. Не согласитесь по-хорошему будем бить кулаками. Быстро возвращайте все, что украли у нас, а то худо будет. Кто станет терпеть ваши выходки? Но Кришна и Баларама не сдавались. Ничего вам не дадим, жалкие притворщики. Тоже нашлись боги. сейчас мы свяжем вас самозванцем самозванцев и бросим тут и никто не станет винить нас за это. Да кто боится твоего Кришну? ответил господь Нейтенанда. Мой господь Гаурачандра Вишвамхара. Все четверо начали бороться, вырывая сладости друг у друга из рук или прямо изо рта и поспешно запихивая себе в рот. Потом Нейтенанда кликнул меня матушка накорми меня я голоден и в этот миг я проснулась это сон матушки Шач что бы это значило ничего не понимаю выслушал мать Вишвамхара сейчас тонкие вещи обращайте внимание выслушав мать Вишвамхара ласково улыбнулся ей хороший сон тебе приснился мама но никому больше не рассказывай о нем наши божества Кришна и Баларам живые и очень могущественные твой сон укрепляет мою преданность и веру в них ты ты увидела во сне то что сам я не раз замечал но о чем не решался рассказать например когда я или твоя невестка это жена господа Чайтаньи твоя невестка он говорит готовим пищу и предлагаем ее нашим божествам Балараме и Кришне на тарелке остается лишь половина того что было предложено я стеснялся сказать об этом кому-либо и даже начал подозревать жену свою жену богиню процветания в воровстве но теперь мне все стало ясно Вишнуприя Шри Лакшми Деви мать вселенной его супруга услышав разговор из соседней комнаты улыбнулась словам мужа мама позволь мне привезти к нам Нитьянанду и угостить его попросил Вишвамхара ну тут много кое-чего я вот это хотел почитать как Кришна и Баларама сражались с господом Нитьянандой и Гаурасундаром и так продолжаем Кришна Катху песня десятая нет никаких надежд у нас на продвижение в духовной жизни если мы не будем заниматься Гаура Катхой и Кришна Катхой просто нет более того надо обязательно отметить несмотря на то что сегодня мы в основном посвящаем время Кришна Катхе на самом деле поклоняться Кришне мы не можем вообще нет такого поклонения во Вриндаване во Вриндаване там все пастушки на равных Кришну отчитывают и гопии и родители и отец частенько говорит ну вот уж сегодня сегодня я его выпарю так что там вот такое поклонение это доставляет самое большое наслаждение Кришне именно такие если бы все более того читание чиритамрите мы можем прочитать что на бесчисленных планетах Вайкунхи мне поклоняются как Богу все время и это мне не доставляет никакого удовольствия и только во Вриндаване он получает настоящее удовольствие Кришна сегодня почитаем глава 36 песня 10 36 называется смерть Аришты демона в обличье быка я специально взял эту Аришта Аришта демон быка это у Кришны же ничего не бывает случайного вот Аристотель да потом в наши наши века вот тут 200 лет назад или сколько то я точно не знаю Аристотель мы знаем был такой и вот это все лживые философии это как раз и есть последователи Аристотеля Аристотеля а в Ведах в Ведах олицетворял этот Аристот запутался Аришта Аришта демон демон ну мы знаем что этого демона послал послал чтобы убить Кришну и Балараму все тот же Камса много-много демонов посылал и я немножко начнем прямо с первого текста поскольку еще есть настроение слушать да прочтем тогда все я думал если немного по времени ну просто вспомним мы же говорится что повторение мать учения и Кришна Катхана никогда не не надоедает текст первый перевод Шукадева Госвами сказал вскоре после этого в деревне пастухов появился демон Аришта принял обличье быка с огромным горбом он заставил землю задрожать разрывая ее своими копытами текст второй давайте я наверное буду без санскрита или как или будем санскрить без Ариштасура оглушительно ревел и рыл копытами землю задранным хвостом и горящими от ярости глазами он принялся крушить своими рогами насыпные ограждения то тут то там оскверняя землю своими испражнениями и мочой ого дорогой царь ну это обращается шукодева парик что облака сгрудились вокруг горба риштасуры представляем да какого размера был что облака сгрудились вокруг горба риштасуры по ошибке приняв его за вершину горы увидев демона с острыми рогами пастухи их жены обомлели от ужаса его пронзительный рев так испугал беременных женщин и коров что у всех них случились выкидыши текст 5 пашава о царь домашние животные в страхе разбежались с пастбищ а все жители Вриндавана в надежде бросились господу Говинде умоляя его защитить их и восклицая Кришна Кришна следующий текст когда Верховный Господь увидел как поверженные в смятение пастухи их семьи убегают от демона он стал успокаивать их говоря не бойтесь затем он обратился к демону быку с такими словами эй ты глупец что это ты о себе возомнил негодяй решив что можешь безнаказанно пугать пастухов и их скот разве ты не видишь что здесь нахожусь я наказывающий всех негодяев вроде тебя с этими словами непогрешимый господь Хари хлопнул ладонями по плечам чтобы громким звуком еще больше разозлить ариштасуру затем господь небрежно оперся своей могучей похожей на змею рукой о плечо одного из своих друзей так стоял он перед демоном глядя на него так комментарий таким образом господь Кришна выразил свое презрение невежественному демону текст девятый рассверепевшая ришта стал рыть землю копытом а затем с задранным хвостом вокруг которого клубились облака в ярости бросился на Кришну направил вперед свои острые рога и иск вот представьте он направил рога и иск глядя на Кришну злыми налитыми кровью глазами аришта помчался на него словно молния выпущенная Индрой тогда верховный господь Кришна ухватил аришта суру за рога и отбросил его на 17 на 18 шагов в точности как слон который сражается со своим соперником получив такой отпор от господа демон снова поднялся и покрывшись испаренной тяжело дыша вновь бросился на него ослепленный гневом увидев что аришта вновь ринулся во втаку господь Кришна схватил его за рога и ударом ноги повалил наземь затем господь стал бить демона так будто тот был мокрой тряпкой да можно легко представить себе под конец он вырвал один из рогов аришты и этим рогом бил демона до тех пор пока тот не потерял сознание к слову значит быков коров надо брать за рога это Кришна ничего у Кришны не бывает случайного если вы не хотите что вас даже женщины если на вас идет кто-то с рогами берите его за рога и сколько есть сил и крутните так немножко и он прекратит свое нападение а на лошадей сложнее там надо ему пасть всунуть кулак как это сделал Кришна когда на него напал Камсов послал демона в теле коня изрыгая потоки крови исходя мочой и испражнениями Ариштосура задергал ногами и стал вращать глазами так измученный болью он отправился в обитель смерти а полубоги оказали Господу Кришне почести осыпав его цветами расправившись с демоном быков Ариштосурой Кришна всегда радующий глаза пастушек вместе с Баларамой вошел в деревню комментарий короткий прочитаю в этом стихе показано удивительное сочетание духовных качеств Кришны из одного и того же четверостишия мы узнаем о том что Господь Кришна убил могучего и свирепого демона и в то же время красота его юного тела была праздником для глаз молодых пастушек Господь Кришна может быть жестким как удар молнии и одновременно нежным словно роза в зависимости от того как мы к нему относимся 4.11 да благоводгита я отношусь к человеку так как он предается ко мне да как мы к нему так и он к нам так и он к нам мы предаемся и вот он может быть и жестким убивая и одновременно нежным словно роза в зависимости от того как мы к нему относимся демона Ришта хотел уничтожить Кришну и всех его друзей и за это Господь бил его словно мокрую тряпку до тех пор пока демон не расстался с жизнью Гопи же очень любили Кришну и Господь по-юношески отвечал на их любовь и заключительный текст но он очень длинный это комментарий будет интересный рекомендую послушать Ариште не хотед дайте Кришне над Бхута Карманам Камсаят Аха Бхагаван Нарада Дева Даршанам Перевод после того как Кришна чьи подвиги удивительны убил Аришта Суру на Радамуне отправился к царю Камсе этот могущественный мудрец который во всем видит руку Господа обратился к Камсе с такими словами так итак Нарада Муни Деварши Даршана указывает на то что сам Нарада обрел возможность увидеть Господа что увидеть Нараду все равно что увидеть самого Бога поскольку Нарада является его авторитетным представителем и что увидеть Нараду все равно что увидеть полубогов которые также называются Девами Девами Множество значений одного слова Дева Даршанах до некоторой степени открывает богатство языка Шримад Багаватам После того как Господь Кришна убил демона Аришту у Кришны и Радхи состоялся разговор Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакур приводит в своем комментарии этот разговор записанный в Пуранах в виде двадцати стихов По милости Ачарьи нам открывается эта беседа из которой мы узнаем о происхождении Радха Кунды и Шяма Кунды любимых прудов Радхи Кришны Вот эти стихи Так они достаточно большие я буду читать только перевод Невинные юные гопи сказали Итак уже демон убит все и гопи здесь Ах Кришна не прикасайся к нам ты убил быка хоть Аришта и был ужасным демоном все же он предстал перед тобой в обличье быка и потому теперь тебе придется искупить грех как Индре который убил Вритросуру пришлось искупать этот свой грех но разве сможешь ты очиститься от греха если не совершишь омовение во всех святых местах трех миров Кришна отвечал зачем мне ходить по всей вселенной я сейчас же призову все бесчисленные святые места сюда и омоюсь в их водах полюбуйтесь с этими словами господь Мукунда ударил пяткой озим затем он сказал это вода из реки Пхогавати что течет на потали а теперь у святые места пожалуйста идите сюда и так он призвал святые места лишь только верховный господь произнес эти слова мы с вами уже подчеркивали это что его желание немедленно исполняется и вот лишь только он произнес эти слова как все святые места тут же предстали перед ним естественно в олицетворенной форме тогда Кришна обратился к Гопи с такими словами посмотрите здесь собрались все святые места на это Гопи ответили мы вовсе не видим что это святые места тогда лучшие из святых мест молитвенно сложив ладони заговорили я соленый океан я молочный океан я амара диркхика я река шона я синдгу я там рапарни я святое место пушкара я река сарасвати а мы реки гадавари ямуна и рева а также слияние рек в прояге взгляните на наши воды омывшись в этих водах господь хари надменно обратился к девушкам я создал пруд в котором пребывают все святые места вы же гопи никогда не выполняли никаких религиозных обрядов ради удовлетворения господа брахмы услышав это шимати радхарани сказала своим подругам следующее я создам куда более красивый пруд за работу откликнувшись на ее слова девушки обнаружили к западу от пруда шри кришны небольшое углубление в земле вырытая копытами ариштосуры гопи принялись рыть мягкую землю руками и уже через час в этом месте образовался божественный пруд видя все это кришна был изумлен он сказал продолжайте же латасаокая ты и твои подруги можете заполнить свой пруд водой из моего пруда однако радхарани ответила нет 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 и нет это невозможно так как вода в твоем пруду осквернена смытым с тебя ужасным грехом убийства коровы стоит мне только попросить и мои бесчисленные подруги принесут миллионы кувшинов чистой воды из мана саганги из наполнят это озеро своей водой и сделаю его самым известным во всем мире тогда Господь Кришна подал знак некоему полубогу с высших планет близкому другу всех святых мест в то же мгновение тот вышел из пруда Кришны и склонился перед дочерью Шри Вриндап Шри Шри Вришапхану Радхарани затем со сложенными в мольбе ладонями и глазами полными слез он стал с великой преданностью возносить ей молитвы о богиня даже сам Брахма знаток священных писаний не может понять твоего величия не под силу этой Господу Шиви Слакшми лишь Кришна высший объект всех поисков и трудов человека может понять его и потому всегда считает своим долгом проследить чтобы ты когда устанешь могла вытирать капельки пота со своего лба он всегда умощает твои лотосные стопы нектарными чару и явакой и украшает их колокольчиками он радуется и считает что ему очень повезло когда он доставляет удовольствие кончиком пальцев твоих лотосных стоп по его повелению мы незамедлительно явились сюда чтобы навечно поселиться в этом великолепном пруду который он создал одним ударом своей пятки но древо нашего желания принесет свой плод лишь тогда когда ты будешь довольна нами и одаришь нас своим милостивым взглядом здесь к слову надо сказать мы дальше прочтем что иногда не иногда а всегда мы должны доставить удовольствие не самому Кришне а его чистым преданным и здесь чтобы изменить непоколебимое мнение гопи Кришна призвал некого полубога чтобы полубог помолился за него это очень тонкая деталь выслушав молитву произнесенную тем кто говорил от имени всех святых мест Шри Радха довольная им спросила чего же они все хотят эти святые места в смысле ответ их был таков жизнь наша увенчается успехом если мы сможем войти в твой пруд таково благословение которое мы желаем получить от тебя и так Кришна ее просил она отказала но просят теперь его слуги полубоги и что сейчас она ему ответит взгляну краткой на своего возлюбленного дочь Вришапхану с улыбкой ответила войдите же все ее подружки согласились с таким решением и погрузились в океан счастья поистине в этот миг все живые существа как неподвижные так и движущиеся стали еще прекраснее обретя таким образом милость Шримати Радхарани святые реки и озера из Шри Кришна Кунды прорвали стену пруда и ринулись в Радхакунду заполним ее своими водами и сейчас мы знаем что там узенькая перегородочка да мы же бывали на Радхакунде между Радхакундой и Щамакундой Затем Господь Харий сказал моя дорогая Радха пусть же во всех мирах твой пруд станет более знаменитым чем мой я сам всегда буду приходить к нему чтобы совершать омовение и наслаждаться играми в воде озеро это для меня будет так же дорого как и ты сама Радха ответила а я буду омываться в твоем пруду даже если ты убьешь сотни Ариштосур в будущем любой кто будет безраздельно предан озеру образовавшемуся в том месте где ты наказал Ариштосуру а так же тот кто омывается в нем или живет на его берегу несомненно станет очень дорог мне в ту же ночь Кришна провел на Радхакунде танец раса порождая потоки самых увиденных самых удивительных эмоций и разливая вокруг себя блаженство Шри Кришна был подобен тучи а Шримати Радхарани была похожа на ослепительную молнию которая осветила небо своей красотой так их божественная слава заполнила собой все три мира в заключении в заключении следует отметить что будучи великим мудрецом Нарада Муни понял смерть Аришты подвела их тох развлечением Кришны во Вриндаване поэтому желая помочь перенести его Лилы в Матхуру Нарада отправился к Камсе и обратился к Нему с такими словами продолжение следует Гарри Кришну не знаю все время спасибо большое за внимание если хотите что-то добавить можете добавить если нет то можно отправляться по своим делам спасибо за внимание спасибо